Шарова Наталья Витальевна. Да, вы здесь, в наших списках. А почему? Я не знаю, нам дают списки. Ирина Витальевна, женщина пришла на прописную по другому адресу. По моему адресу меня не приглашают. А в списках она у нас есть. На голосование прописка другая. Здесь я вообще была временно прописана. Что вам в списке дают? ТИК. Реальная избирательная комиссия выдают, конечно. Данные обновляются, как часто, потому что человек не прописан. Уже сколько? Последние данные мы получили. Уже 4 года я не прописана. И по этому адресу меня не приглашают. Выписки из реестров мы получили последние. 9 сентября в 6 вечера. Обновленные. Вот конкретно по этому избирателю у нас изменений никаких не пришло. Там, где я прописана, никто никогда не приглашал. И куда идти, извините, искать, ходить по району, куда мне идти. Это та избирательная комиссия, которая находится по вашему адресу. Она, конечно, должна была вас оповестить. Пригласительный вам принести, для того, чтобы вы могли проголосовать. Давайте напишем заявление. Мне заявление писать или проголосовать уже по этому адресу? Нет, мы проголосовать не можем. У вас прописка по другому адресу за регистрацией. Я звонила, я звонила. Можно дать, да? По нашему адресу. Все, я поняла. В настоящий момент связались с представителями территориальной избирательной комиссии и получили разрешение на выполнение своего, скажем так, гражданского долга. Человек должен проголосовать, он выполнил свой гражданский долг и обязан. Поэтому разрешено было проголосовать. Это заявление, которое избиратель написал, мы обязательно передадим в территориальную избирательную комиссию вместе со списками. И очень надеемся на то, что избиратель будет включен в списки по избирательному участку, где проживает, и исключен из списков нашего избирательного участка. То, что его в другом списке избирательного участка нет, это 100%? Не знаю. Вот этого я не знаю. Я списки другого избирательного участка не видела. Поэтому это нужно уже уточнять на том участке, включен человек в эти списки или нет. Секретарю, мы вас вписываем и все. И на следующий год у нас же были такие люди в этом году, кто приходил. Это вы сами просто решили проверить что-то. Туда проехать, сюда проехать. Почему я должна проехать? Когда есть люди, которым вообще-то и деньги платят за это. У меня тоже работа есть, у меня семья есть. Я тоже, как сказать, не рак отшельник. Можно обходить? Но без паспорта все равно же меня не несут. Нет, не несут. Вот именно, что все равно придется приходить. Какой я сделала вывод из этого всего? Что мой голос ни одной партии не нужен. И не только мой. У них целые списки таких людей. Что все эти выборы, вообще все мероприятия, все это формальность. Все, наверное, все знают уже. Зачем это надо? Зачем это надо?